МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вячеслав Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте начнем с того, какое влияние пандемия оказала на сферу ЖКХ вот непосредственно в Тюменской области, в нашем регионе. Ну, знаете, конечно, пандемия оказала влияние на все сферы жизни, и ЖКХ здесь не осталось в стороне. Понятно, что, прежде всего, удар пришелся по здоровью населения, но отсюда все вытекающие экономические последствия, в том числе и в ЖКХ. Самое сложное было – это вещи, связанные с возможностью кризиса неплатежей. Потому что, понятное дело, что мы вводили ограничения, то есть оберегали людей из группы риска, прежде всего, старшего возраста. Они как раз-таки самые добросовестные плательщики услуг ЖКХ. Вот, всегда делают все своевременно, вовремя, несмотря на то, что, так сказать, ограничены в финансовых возможностях. И, конечно, такие риски существовали. Но мы на уровне правительства региона приняли отдельные решения. То есть, прежде всего, мы начали авансировать бюджетными организациями, то есть бюджетной сферой платежи за коммунальные ресурсы. И тем самым, грубо говоря, подкачали денег в коммуналку, там, где платежи населения могли просесть. И, кроме этого, мы субсидировали, внедрили механизм субсидирования разницы межтарифной между льготными и тарифами экономическими основанными. То есть, то, что мы субсидируем по плате граждан за коммунальные услуги. То есть, заплатили коммунальщикам вперед. И это позволило им получить бюджеты, которые были направлены в летний период на подготовку к осенне-зимней эксплуатации. И, собственно говоря, все работы были проведены успешно. И мы не столкнулись с кризисом, так сказать, неплатежей. Более того, жизнь показала, что, несмотря на то, что правительство Российской Федерации внедрило систему отмены пени за неоплату коммунальных услуг, значит, тюменцы, собственно говоря, оказались очень добросовестными плательщиками. И мы не снизили уровень платежей за коммунальные услуги. Весной у нас было. Весной немножко мы просели. Ну, мы просели, компенсировали. Это было очень временно. И дальше все. Все-таки люди понимают, что, понятно, что нет пени, но рано или поздно нужно же будет оплатить эти платежи, и зачем их копить. И все-таки все понимают тоже, что ресурсоснабжение – это жизненно важные сферы. И то есть, если там будет плохо, то, так сказать, будет еще сложнее. В том числе и, собственно говоря, комфортная жизнь подорвется. Потому что, если не будет электричества, не будет тепла, не будет воды, то есть, что тогда останется? То есть, зачем усугублять ситуацию? Ну да, это очевидно. То есть, у нас вообще уровень платежей 98%. Это один из самых высоких в стране. И то есть, несмотря на пандемию, мы вот на себе такого не испытали. Кроме того, ресурсоснабжающие организации, они системообразующие, и мы приняли решение о включении их в этот перчень. Поэтому они продолжали работу. Понятно, что с соблюдением мер, связанных с борьбой с коронавирусом, вот это наложило на них тоже определенные, ну, в том числе и финансовые затраты, соблюдение всех норм и требований. Но тем не менее. И, конечно, очень важно, что все ресурсоснабжающие организации, прежде всего, сумели обеспечить такой режим безопасности своим ключевым базовым работникам, что, собственно говоря, вся система функционировала достойно. Вячеслав Михайлович, вернемся к нашей беседе чуть позже, а сейчас от частного к общему, от Тюменской области к масштабам страны. В России вступил в силу обновленный жилищный кодекс. Согласно ему, россияне смогут требовать перерасчета выплат за коммунальные услуги ненадлежащего качества. Основанием могут стать, например, холодные батареи и ржавая вода. Отмечается, что потребители и раньше имели на это право, но механизм был не проработан. Так не была определена сторона ответчика, которая должна скорректировать счета. В новой редакции жилищного кодекса этот недочет исправлен. Отныне перерасчет выплаты будет производить управляющая компания. А ресурсоснабжающая организация после расчетов получит основания для компенсации своих расходов, так как ремонт оборудования тоже находится в ведении управляющей компании. Для обсуждения темы к нам по видеосвязи из Москвы присоединяется Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль», председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам общественной палаты Российской Федерации, эксперт ОНФ. Итак, Светлана Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, на самом деле, все ровно наоборот. На самом деле, конечно, у нас не так давно в жилищный кодекс был виден перерасчет платы за недодлежащие коммунальные ресурсы у нас был всегда. Ну да, действительно, сейчас немножечко там процедура поменялась, но вот эта мера по защите прав потребителей существовала всегда. Несколько лет назад попытались усилить позиции потребителей и ввести выплату штрафов со стороны ресурсоснабжающих организаций за некачественное предоставление ресурсов. Но, к сожалению, мера эта работала довольно плохо. Ну вот к нам поступают тысячи обращений в наши общественные приемные по всей стране. Мы чрезвычайно редко сталкивались даже с попытками потребителей получить штраф, еще реже мы видели такую, ну как бы эту реализованную возможность, потому что там очень трудно доказать, безусловно, очень трудно как физически это осуществить. Но самое главное, что эти штрафы на самом деле, конечно, не приводили к улучшению качества коммунального ресурса. Ну вот очень ярко присели и забыли, получается. Не в этом дело, да не в этом дело на самом деле. Но у нас большинство аварий происходит из-за того, что сети изношены, из-за того, что предприятия просто на грани банкротства. Если они еще и штраф выплачивают, это же не станет дополнительным стимулом им там сети переложить, да, которые являются причиной аварии. То есть на самом деле этот штраф, ну как бы ничему не помогал, а только мешал. Вот, поэтому, конечно, под давлением ресурсников не буду скрывать. Все-таки Госдума приняла вот поправки вот в эту 157-ю статью. И, собственно говоря, там, ну, уточнила, что действительно, как бы где там отвечает управляющая компания, как она с ресурсниками взаимодействует. Что делать, если в доме у вас вообще управляющей компании нет? Как вот в этом случае предъявлять претензии? Ну вот, на ваш взгляд, вот сейчас, после внесения вот этих вот правок, будет ли легче, скажем так, доказать о том, что то, что услуга была некачественная? Ну, вы знаете, собственно говоря, процедура доказания некачественной коммунальной услуги, она не поменялась, какой была она, такой и осталась. В первую очередь потребитель обращается в аварийно-диспетчерскую службу, приезжают оттуда специалисты и вместе с потребителем составляют акт. Если они не приезжают, потребитель может составить акт самостоятельно с присутствием двух соседей, зафиксировать, что как бы вот услуга ненадлежащего качества, и уже обращаться и требовать перерасчета. Ну, конечно, не все услуги фиксируются так просто. Вот отопление, предположим, можно замерить температуру в помещении, особенно если перерывы в предоставлении услуг, можно это как бы зафиксировать. Ну, например, к качеству воды надо специальную экспертизу. Ну, в принципе, вот порядок действий, он не изменился. Составляете акт, обращаетесь, так сказать, к управляющей компании, она у нас единое окно в доме, даже если у вас прямые договоры. И, собственно говоря, есть в правилах предоставления коммунальных услуг, ну, как бы порядок перерасчета, там минимальные суммы, но, тем не менее, как бы перерасчет производится. Светлана Викторовна, спасибо большое. Ну, оставайтесь на связи, мы к вам еще вернемся. А сейчас обратимся к гостю нашей студии. Итак, Вячеслав Михайлович, Чуменская область у нас в лидерах по региональной газификации. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, у нас почти 96,5% уровень реализации программы. Причем высоких темпов удалось достичь вот именно в последние годы. Как Тюменская область вот держит, скажем так, марку? Вот как получается? Ну, вы знаете, Тюменская модель вообще является лучшей в стране практикой региональной газификации. Мы полностью перезагрузили все отношения в этой сфере. У нас абсолютно по философии даже новая модель. Постараюсь очень коротко, так сказать, объяснить, что же мы сделали и почему добились таких эффектов. На самом деле мы очень существенно, ну, так сказать, темп газификации увеличили и движемся очень быстро. И достигнем к концу 2024 года 98% уровня региональной газификации. Какими способами удалось увеличить? Вот смотрите, раньше мы просто задумались вот весь процесс, что где у него слабые звенья и где что можно изменить. Мы очень много строили газопроводов за бюджетные деньги. И по сути дела эти газопроводы были в собственности публичного, так сказать, образования. Либо сначала области, потом передавали в муниципалитет. А дальше-то что возникает? Муниципалитету газопроводы не нужны. Он не газоснабжающая организация, не газораспределительная. И он ищет, кто бы взял у него их либо в аренду, либо бы через приватизацию выкупил. А таких желающих не находится, потому что сфера газоснабжения все-таки в нашем государстве, она монопольная. То есть рынок формируется, конечно, но количество игроков очень-очень небольшое. А по газотранспортной системе, ну мы понимаем, что в отношениях снабжения населением, то есть в лидерах Газпром, и по сути дела вот у нас в регионе это единственная организация, которая, так сказать, обеспечивает развитие всей газотранспортной системы. И понятно, что газопроводы нужны ей. Но если она ее не берет в аренду, мы же заставить не можем наши газопроводы. И получается ситуация парадоксальная. Мы еще и ее уговариваем обслуживать наши газопроводы, а по ним они поставляют потребителям газ и, собственно говоря, имеют доходы от продажи газа вот в этой конфигурации, в этой философии. И мы поняли, что нам газопроводы не нужны. И мы поняли, что нам нужно отстимулировать Газпром газораспределение таким образом, чтобы они были заинтересованы строить газопроводы. И мы, собственно говоря, дальше сформировали внебюджетные источники, дали депутаты, значит, областной думы нас поддержали, правительство, и дали льготу по налогу на все имущество газораспределительной организации. Дальше мы с регулятором, федеральной антимонопольной службой, собственно говоря, через регуляторный контракт через некоторое время заменили эту льготу на прибыль на копвложение, то есть получили большой источник средств на газификацию. Дальше следующий шаг, мы сделали спецнадбавку к тарифу на транспортировку газа. Это не приводит к увеличению платежей населения за тепловую энергию, в ее составе ключевое значение имеет стоимость газа, то есть там 0,01% влияния, то есть ровным счетом никакое. Но тем не менее спецнадбавка стала тоже существенным, так сказать, источником финансирования региональной программы газификации. Дальше мы договорились в рамках регуляторного контракта с «Газпромом» о том, что они еще направляют, значит, амортизационные отчисления, часть, и таким образом сформировали дополнительные источники. Но кроме этого мы договорились, что «Газпром» по программе газификации строит газовые сети для себя, сразу их оформляет в свою собственность, в дальнейшем их сами эксплуатируют и по ним поставляют газ. Но, коль скоро мы сформировали источники возврата этих инвестиций, то мы поставили условие применять ресурсный метод ценообразования, то есть не зарабатывать на стройке, то есть строить по цене, сколько стоят здесь и сейчас в нашем регионе материалы и работы. И это, получается, такая практика позволила нам уйти от базисно-индексного метода, по которому мы обязаны работать, формируя бюджетный заказ, значит, потому что единый справочник цен существует, и мы не пройдем иначе экспертизу достоверности смертной стоимости, если его не применим. И получилось сокращение расходов в 2,5 раза. То есть мы стали строить, «Газпром» стал строить по этой технологии в 2,5 раза дешевле, а значит в 2,5 раза больше при тех же источниках. Затем мы приняли решение по снижению, грубо говоря, условно административных барьеров на пути строительства. То есть мы отменили необходимость получения разрешения на строительство для неопасных объектов, да, то есть где невысокое давление. То есть мы имеем такую возможность на региональном уровне, это сделали. Дальше, значит, ввели упрощенный, облегченный порядок выдачи разрешения на размещение объектов на муниципальных и государственных землях и ввели уведомительный характер производства земляных работ. Таким образом, мы избавили ресурсоснабжающей организации, в том числе газовиков, от необходимости ходить в госэкспертизы, делать долгие проекты индивидуально под каждое и дали возможность применять типовые проекты. Ведь что такое прокладка газовой трубы? Ну, это закопать, условно говоря, трубу газовую на 3 метра. Ну, сделайте типовой проект, закопать 100 метров газовой трубы там в различных видах почв, допустим, да, и климатических условий. Вот ведь и все. И дальше привязывайте камерально, зачем вам везде обязательно ходить и по полтора-два года проекты делать. А это же касается и облегчения проектирования внутридомового. То есть есть такие цены называют, там, по 150-200 тысяч проект внутридомовой газовой газификации. Ну, да это что же за безобразие. Типовой проект, меняй название улицы и дома, и все остальное, ну, геометрию чуть-чуть поменяй, размеры стен померяй, и все. И это стоит 2000 рублей, грубо говоря, на самом деле. Я бы сказала, это такие уже хитрые подходы. Мы стали применять проекты, да, многократного использования. Вот это все облегчение позволило в два раза увеличить темпы строительства. Значит, и, как я уже сказал, в два с половиной раза мы увеличили, так сказать, объемы строительства. Значит, и все это вот дало такие эффекты, что мы движемся вперед очень ускоренными темпами. А поскольку федеральная антимонопольная служба нас подписала, мы первыми в стране заключили регуляторный контракт, в котором все вот эти наши отношения партнерские, а они именно партнерские, то есть если бы Газпром не захотел в этой логике жить, он продолжал бы зарабатывать на стройке, делать все медленно, долго, дорого и неэффективно, заставлять нас в рамках синхронизации делать свои работы. Но и это еще не все. Когда мы так научились газифицировать населенные пункты, мы увидели, вот ГАЗ в населенный пункт пришел уже, а Селянин не торопится подать заявку на тех присоединения и подключиться к ГАЗу. Почему? Да потому что стоимость, вот стандартизированная ставка, да, отвода от уличного газопровода до земельного участка заявителя, то есть это 45 тысяч рублей. Значит, и плюс еще внутридомовая газификация, там, тысяч сорок, да, такая самая бюджетная, ну, бюджетная в рамках оптимальных расходов версия, да. И получается, если у Селянина нет, сейчас я вот буквально договорю два слова, чтобы было понятно, 85 тысяч рублей, он не может присоединиться к ГАЗу. Тогда мы что сделали? Во-первых, сначала попытались поменять федеральные правила присоединения. Не получилось, долгая процедура. Замахнулся. Тогда мы взяли и просто в рамках этих же правил стали включать нашу программу газификации строительства отвода от улицы до земельного участка гражданина. И таким образом ему не надо стало платить эти 45 тысяч. Эта часть для него стала бесплатной. А мы в рамках своих источников компенсируем эти затраты газовикам. И плюс мы высвободившиеся бюджетные деньги направили на льготы, на внутридомовую газификацию. У нас 42 категории льготников, в том числе одиноко проживающих пенсионеров, вне зависимости от их достатка имущественного положения. Значит, имеют право получать до 40 тысяч субсидию на внутридомовую газификацию. Сколько затратили вот на нее, столько и получат возмещение. И таким образом у нас очень сильно увеличилось количество присоединяемых абонентов. То есть наша программа эффективная. Мы сформировали принцип эффективной газификации. То есть мы строим только те газопроводы, удельная загрузка которых не ниже, чем загрузка всей газотранспортной системы. То есть новые газопроводы не приводят к увеличению тарифа на транспортировку газа. То есть стоимость газа не растет. В этом смысл эффективной модели. На этих словах я вас перебью. Мы помним, что у нас Светлана Викторовна еще висит на связи. И как раз у нее сейчас поинтересуемся правдивости ваших словах по поводу того, что практика Тюменской области у нас является одной из лучших в стране. Так, Светлана Викторовна, вы согласны, что у Тюмени на фоне других регионов выглядит лучше? И как вот в других регионах решают проблемы, например, с газификацией? Вы знаете, я с удовольствием слушала и слушала бы и дальше. Потому что, конечно, лишний раз подтверждается мысль, что тот, кто не хочет, ищет причины, а кто хочет, ищет возможности. Я считаю, что у нас ужасающая ситуация, конечно, с газификацией в стране. В стране, которая является крупнейшим поставщиком газа во всем мире, у нас 60% только газифицировано домохозяйство. Правда, летом поручение дал президент все-таки начать на федеральный уровень, распространять все то, что уже использует Тюменская область, в том числе обеспечить бесплатное подключение, вот эту последнюю милю. Мне прям хочется, Вячеслав Михайлович, попросить эту практику, вот нам на адрес общественной палаты РФ выслать, чтобы мы... Вячеслав Михайлович, вас сейчас слышат. Да, в прочем регионам, которые нам начинают рассказывать жалостливые истории, как у них нет денег на газификацию, на модернизацию коммунальной инфраструктуры, вот это предъявляет, потому что есть действительно в Тюменской области, слава богу, благополучные с точки зрения бюджета и с точки зрения вот тех умных руководителей, которые этим бюджетом распоряжаются. Действительно, у нас есть и другие примеры по стране, когда, ну, например, коммунальную инфраструктуру строят через то, что планы строительства синхронизируют с инвест-программами естественных монополий. И это получается как раз за счет тех денег, которые и так эти монополии вкладывают. Но вот для меня, конечно, загадка, почему таких регионов единицы. И, в общем, как сделать так, чтобы эта практика распространялась на всю страну. Светлана Викторовна, спасибо вам большое за беседу. А далее поговорим о ситуации в Митилево. Напомним, там в конце октября произошел взрыв газа. Следствие по делу продолжается. Ущерб, нанесенный собственником, пока не возмещен. Пострадавшие ждут экспертизы. А газоснабжающая компания выдвинула свою версию причины аварии. Все подробности у нашего корреспондента Ольги Миншутиной. Давайте посмотрим. Разметало все. То есть оба котла взорваны. Полностью ничего не оставалось. В этом доме больше никто не живет. Во время взрыва газа 28 октября в помещении находились родственники хозяина коттеджа. Отец и сын школьник. Открыл дверь, я почувствовал удар очень сильный. Меня взрывной волной выбросило. Вон туда, вон в коридор. Потом я забежал, закричал ребенку, что бежал вниз. Я не мог ничего понять. Это все произошло за 2-3 секунды. То есть меня здесь ударило вот этой дверью. Вон та дверь мне сбоку прилетела и ее вырвало. Взрыв произошел в подвале дома. В итоге огонь уничтожил все. До крыши устояли только стены. Получится ли восстановить двухэтажный коттедж, неизвестно. Когда пожарные нам тушили дом, люди прибегали с соседних улиц к ним и говорили, что горят дома. По-моему, 12 домов загорелось. У пожарных по рации это было слышно. Дома и хозпостройки по разным адресам в микрорайоне Метелева действительно загорелись примерно в одно время. Он зацепил осколками всех, кто стоял около дома, конечно. Потому что осколки летели во все стороны, и соседи собирали их потом еще со своих дворов. Поэтому удар был хороший, в общем, досталось всем. Там обширные травмы, разрывы сухожилий, кровотечения, сотрясение мозга, множественные порезы. Семья Натальи привыкает жить в новых условиях. Живем у моей мамы. Мы и трое моих детей выходим на «Газпром» с гражданским иском и смотрим, какой диалог у нас получится. То есть к вам вообще никто из компании «Газпром» не обращался? Нет. Никто. Не звонили? Нет. Нет. Поменяли счетчики. Это тоже сотрудники «Газпрома», но они неуполномочены разговаривать ни о чем, кроме счетчиков, я так понимаю. А счетчиков они вам где помогли? В бане. Менять оборудование в пострадавших домах и надборных постройках газовики начали на следующий день после происшествия. Многим повезло. Всего лишь вышли из строя счетчики, газоанализаторы, котлы и плиты. В течение трех дней ремонтные бригады обошли 168 домовладений. Произошло выпячивание в разные стороны, и за счет этого произошла разгерметизация счетчика и выброс газа. Следственный комитет завел уголовное дело. Пока идет расследование, газоснабжающая компания предположила свою версию. По словам специалистов, подвела деталь вот на этом пункте редуцирования газа, якобы заводской брак. По сути, это газораспределительный узел. Здесь установлены клапаны, которые и регулируют давление газа, который подается на жилые дома. 28 октября жители Метелева успели заметить, давление газа превысило норму в 15 раз. Что на самом деле стало причиной многочисленных взрывов и пожаров, следователи установят по итогам экспертиз, в том числе взрывотехнической. Коттедж Натальи Русаковой придется снести. Это заключение специалистов. Память о доме, в котором выросли пятеро детей, осталось только на видео. Итак, Вячеслав Михайлович, вот такая вот история произошла. Что вы можете сказать по поводу всей вот этой вот ситуации? Сейчас слышали, что говорят люди в предположении версию о газонабжающей организации. Ну вот я хочу что сказать, что, конечно, мы видим сюжеты, когда газ приходит в дом, какой это вызывает радость. И какие это дает возможности, насколько жизнь становится комфортнее. Люди начинают отапливаться с помощью газа и пищеприготовления, и экономить, и все это удобно и комфортно. Но вместе с тем, конечно, газ это опасный вид ресурса коммунального. И то есть нужно обязательно соблюдать все технологические нормы и правила, все регламенты технические при его эксплуатации. И, конечно, нужно нам двигаться, чтобы управленческие решения были такими, что если есть возможность не потреблять газ, допустим, вот в многоквартирных домах. Потому что, что бы мы ни ставили газоанализаторы и любое другое оборудование, то есть быстро бы реагировали, все равно найдутся такие потребители, которые в силу каких-то своих личностных особенностей не смогут простых действий выполнить, последить за горелкой. То есть и вот эти взрывы бывают, и разрушаются многоквартирные дома. И понятно, что если у нас есть возможность подводить отопление, по сути дела, точнее газ на ТЭЦы, да, то есть и централизованное теплоослабжение обеспечивать людям, то это наиболее эффективная модель хозяйствования. То есть там, где частный сектор, понятно, там легче человеку одному, так сказать, нести ответственность за свое домовладение. И, ну, собственно говоря, там такие решения проходят. Дальше очень сложные решения, связанные с крышными газовыми котельными. То есть вроде бы для застройщиков выгодно их ставить, чтобы не платить плату за технологическое присоединение к централизованной системе. И потребители поначалу радуются, что вроде они за отопление не платят, но такая котельная быстро выходит из строя, надо менять. И потребители сталкиваются с непростой задачей инвестировать средства собственные, они же собственники, никто же за это не заплатит, взамену. И они вдруг понимают, насколько вся предыдущая жизнь становится неэффективной на фоне этих платежей. И поэтому иногда вот не нужно гнаться за первичной дешевизной, а смотреть немножко дальше, во что это обойдется. Ну и, конечно, здесь в данной ситуации, ведь вот сейчас следствие все покажет, и я не могу вмешиваться в этот процесс. И у каждой стороны есть определенная своя правда, но если нарушались и будет определено, что нарушения были связаны с технологией процесса обслуживания, и вот это повышенное давление привело к утечке газа во многих домах, ну понятно, что это самое настоящее разгильдяйство, мягко скажем, которое привело к такой трагедии. И здесь очень нужно скрупулезно, четко и конкретно разобраться, значит, и не просто привлечь виновных лиц к ответственности, то есть это у нас умеют делать. Очень важно сделать выводы с точки зрения соблюдения всех технических норм и правил, и проанализировать, где мы должны просто очень внимательно на ситуацию посмотреть, и как создать условия, чтобы избежать вот таких трагедий, связанных просто с неправильной эксплуатацией систем, причем профессиональными участниками процесса. Не будем с вами продолжать эту тему, дождемся все-таки результатов расследования, и там уже будет видно. Спасибо вам большое за беседу, спасибо, что пришли сегодня к нам, будем рады видеть вас вновь. Ну, а это все, что мы успели рассказать сегодня. Для вас работала Гульнара Успанова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok